пыльца березы кстати пыльцу вообще цветочную пыльцу нет пыльцу этих пчел используем в своем питании для укрепления организма и так пыльца березы березовая пыльца является концентратом биологически полезных веществ фитогормонов витаминов микроэлементов фитонцидов и других веществ которые весьма благотворно действуют на организм человека стимулируя его работу отсюда ее свойства и действия схожи с женщинами и другими адаптогенными растениями что такое адаптоген адаптогены то есть вызывающие приспособление растений повышающие устойчивость организма к различным неблагоприятным действиям окружающей среды повышает тонус и защитные силы организма то есть многие спрашивают есть даже такой вопрос что вот самый сильный иммунитет это в детстве не может быть он в детстве только формируется маленький ребеночек только родился у него должен желудочно-кишечный тракт созреть для того чтобы принимать здоровое взрослое питание понимаете он неустойчивый очень выдай не то он сразу ребенок какой там у ребенка иммунитет если тем более его там чуть-чуть неправильно там покормить то есть у него только формируется желудочно-кишечный тракт он растет набирается сил он входит так сказать в свои те показатели которые должны поэтому иммунная защита не такая уж большая как вы там думаете иммунная защита большая у взрослого человека в расцвете сил например таком как я то чтобы он интеллектуально созрел чтобы у него нормально работал желудочно-кишечный тракт чтобы у него в конце концов был чистый организм во многом иммунитет зависит из-за того насколько чистый организм и пожалуйста как его укреплять да вот так вот и укреплять то есть я принимаю и цветочную пыльцу собранную пчелами я применяю и другие вещи занимаюсь регулярно стараюсь в сознании обрести покой потому что как только сознание начал волноваться многие врачи уже говорят о том что только сказали вот что вот такая пандемия и все люди обнаружили у себя есть такой даже то никто доктор я прочитал медицинский справочник и на каждой странице я узнаю что я этим заболеванием болен и все это из-за страха спокойствие спакуха то есть вот так вот повышается защитная сила организма раз они повышены то они отталкивают все от себя выметают найти вирусы бактерии и так далее итак продолжаем связи свыше указанным или то считать что пыльца березы особенно полезно больным с онкологическими заболеваниями она не только нормализует работу организма но и поднимает его жизненный потенциал также улучшается состояние крови очень важно состояние крови улучшить кровь это здоровье можно сказать жидкое здоровье которое циркулирует по нашему организму и благодаря именно ему и защита и мощь вы чувствуете какая у меня мощь сейчас из-за того что потренировался изодинамически вчера и так продолжаем тем самым позволяя организму успешно бороться с онкологией суточная доза пыльцы равна трем граммам и потребляется в два-три приема курс лечения составляет полтора два месяца после чего делается двухнедельный перерыв далее можно повторить кстати я регулярно принимаю уже сказал цветочную пыльцу собранную бджолами противопоказания у некоторых людей пыльца березы может вызвать ряд отрицательных явлений так у лиц страдающих аллергией прием пыльцы березы может вызвать приступ сенной лихорадки сенная лихорадка это аллергическая реакция сопровождающая приступом чихания насморком и заложенным носом и это же говорит вот когда возникает аллергия это говорит о том что организм уже в нестабильном состоянии он наполнен уже разного рода шлаками так далее которые сразу же приходят в движение и вот то что мы видим там сопли текут слезы текут и мы чихаем организм пытается избавиться от всего этого накопленного то есть надо почистить организм а особенно почистить печень столько материала почистки печени изложено у меня а также у других людей поэтому к употреблению березовой пыльцы следует подходить осторожно это касается дозировки длительность курса и курса и даже особенности диеты и все потому что у многих людей чувствительным березовой пыльцы аллергия сопровождается не только чиханием и заложенностью носа но и пищевой непереносимостью определенных овощей и фруктов содержащих вещества относящихся к ряду родственных главному березовому аллергену перечислим эти родственные аллергены яблоко вишня абрикос груша сельдерей морква петрушка если у вас аллергии либо предрасположенность к ней крайне осторожно употребляйте выше перечисленные продукты в сыром виде если после их употребления будут аллергические реакции то надо подвергнуть их термической обработке что поможет разрушить вещества аллергены но из моей практики надо почистить организм особенно пычонку и тогда все эти продукты будут нормально это уже было уже знаем это уже пройденные этапы я рассказываю кстати посмотрите целебную кулинарию с леной василек у нее была страшная аллергия с детства елена в свое свое время прошла непростой путь от человека который страдал я думаю такой сильнейшей аллергией к тому что просто-напросто от нее избался да я действительно очень страдала с самого детства аллергией ничего не могла сделать никакие таблетки но они только снимали симптомы но не давали никакого излечения вплоть до того что на лицо мне накладывали гормональные мази хотели колоть хотели ну бог знает что со мной делать и так получилось что вот в таком состоянии я прожила где-то так лет уже но уже больше 20 мне было гораздо и поехала я к морю полечиться потому что сказали мне ну солнышко лечит но солнышко действительно лечит когда если какие-то есть проблемы с кожей то именно утренней солнечной ванной они хорошо подсушивают кожу да и дают витамины витамин d каротин это общий общепринятая точка зрения я потом расскажу да ну хорошо но мне по крайней мере помогало но чтобы просто как сказать было не скучно на отдыхе я взяла с собой несколько книг и одна из этих книг была ваша Минать Петрович не поверите и я стала читать я забыла и про море и про солнце я только читала вашу книгу потому что я поняла что именно в этой книге секрет того как стать здоровым можно сказать спасение это спасение действительно и вот то что вы видите сейчас перед вами это результат ваших трудов на самом деле это же рекламная кожа я надумала что все капец ей что это тот уже тут дальше хуже взяла мои книги почистила организм и сейчас вы что певица поет здорово и об этой аллергии забыла как о страшном сне знаете что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма если вас какие-то книги заинтересуют и вы хотите их приобрести пожалуйста обращайтесь ко мне на мою электронную почту цены вас приятно удивят плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас